Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, как только манта достроится, нужно будет ударить по ионкам Так, Very Small, Tassot Ну, сейчас мне его уже не нужно беречь Tassot у меня уже есть Можно его спокойно разносить к чертям Чем мы и займемся Одного попадания из осциллятора должно хватить Да, все, Tassot разнесло нам маленькие-маленькие кусочки Tassot Славно Как там у нас манта? Шесть дней, ну точнее неделя еще примерно Крузер, Лобстермен Не люблю я это дело Ой-ой-ой-ой Как-то неудачно Так, ладно, придется новичками Или нет Я боюсь, что туда не успеют в принципе никакие А если уж и лететь, то с ближайшей базы Ох, да, уже две магнетики ионки есть Ну, естественно, новичкам давать их не будем Много чести Так, ну, попробовать это все-таки стоит В конце концов Чем новички отличаются от неновичков Они просто стрелять не умеют А в остальном все то же самое Только я думаю, что пока я тут собирался Лобстеры уже улетят, попадут на барракуду Их собьют и можно будет вызывать нормальных ветеранов Кстати Надо бы им пару плавающих бронек послать Неудобно, конечно Ох, сколько у меня Лобстерменов Три техника, два солдата Неудобно, конечно, чтобы производство в одном месте Использование в другом Ну, счета поделаешь Да блин, я же забыл Тритон послать Не знаю, счета я как-то Криворук И кривом мозг После такого вкусного завтрака Черт И ведь самое обидное Прилечу я как раз, когда уже будет ночь Да давай уже Долби Не хочу я манту вызывать на такое горно Манта жрет Элериум Ради каждого Крузера Летать Ох Разнесло к чертям Это был хороший выстрел Ну, давай, успей Успели Ночь Лобстеры Романтика Сколько сейчас трупов будет И явно не лобстерских Ну ладно По крайней мере у нас есть хороший танк У нас есть хорошая броня У нас есть зажигалки Подсвечивать всякое говно У нас есть тазер Долбашить По голове Если вдруг Выдастся такая возможность Конечно же у нас есть Трейси Которая уже В первой своей миссии Превозмогала На базе Еллинской Мудрилась Тасота И оглушить И дотащить И всего лишь один раз запаниковала Но, боюсь, на этой миссии Останет ее конец Жаль, но Такова жизнь Впрочем, она в самом конце Возможно К тому моменту Как она выйдет из Тритона Все остальные будут уже трупы Было бы Побольше бы Аптечем загрузить, конечно Ага, вот и первый Action Fire Ловим Где он? Где он? Блин Что-то найти его не могу Так, где же Этот чертов лобстер? Что-то так Ага Ну да Чуть-чуть поцарапала Ну, это можно легко пережить Тед Тео мало Наверное, даже на выставе не хватит Может и хватит Скорее всего не будет Лайн оф сайта Да, как я и думал Ох, как-то тут неудобно Мы высадились Клэр Вставай на угол Скоро пойдешь в атаку Ой, двое За ней Ой Что-то как-то Я забыл фамилию этой самой Трейси Ну, наверное, это она и есть Так, ну, пятеро Провозиком Провозик, конечно, тут совершенно не в тему Будет как-нибудь вот так Только не граната Но у меня стандартные надежды Кину-ка я осветительным Данить вам в те говна У них бывают, сидят лобстер-мены Но не на этот раз Трейси Кинь-ка куда-нибудь туда Пусть у нас хотя бы подходы будут подсвечиваться Главное, чтобы потом эта подсветка не вышла нам боком Надо, пожалуй, в тот уголок тоже что-нибудь закинуть Может пригодится Нет, вроде чисто Но лучше перебдеть, как всегда В конце концов Незбитый крузер Это стопроцентно Пятьдесят орбита А орбит Это наше все Ну что, лови второй раз лобстер-мены Кроме танка По тебе никто и стрелять тебя не хочет О, и он уже сдулся Танк тащит Так, ни хера не видно Как у негров задница Тед Закинь-ка вдаль Голубую Вроде ничего Кстати, до меня внезапно дошло Что можно совершенно не опасаться того Что мы сами себя подсвечиваем Эллин это видит все все равно отлично Безо всякого света Так что никакой разницы Для них мы этими осветительными штучками Не делаем Зато самим становится гораздо приятнее и веселее Что значит не можем кинуть Ага, ну так лучше, конечно Людмила Чипов Классная фамилия Что-то киберпанковское такое Что-то я, по-моему, слишком много осветительных хуи так кидаю Ну ладно, лучше много, чем мало Ой, как они тут стоят Ну, вроде освещение есть А врагов нет Тут пятерка человек Если встретить одного лоб Что, блин, стой, стой, куда? Я же видел, как ты кого-то увидел Ага Ну, долбани разок И потом будем опускаться Опс Ой, кажется, я не вовремя опустился Могу было сначала пострелять А, нет, все равно можно пострелять Так, а эффект, конечно Стремится к нулю Ну, а что вы ожидали от новичков? Так, а этот вообще выстрелить-то сможет? Сможет Но поможет ли это ему и нам? Нет, не сможет Вайна фаера, нет Ну, прячься обратно Так, Зигфрид Вот этому, кстати, видимо, танк как раз мешает Зигфрид, ты ведь не долбанешь своему спину? Клэр Клэр, извини на всякий случай заранее Я понимаю, что выставил прицельный, но он же новичок Ох По крайней мере Наши выжили Трейси Ты молодец Ты и так все отлично делала, что я прощу тебе смерть одного сослуживца А кого она попала-то? Непонятно Куда? А воевать кто будет? Опс Ладно Я согласен, чтобы никто не воевал Че у нас тут с броней? Оууу Как все плохо Вот это скотина Которая нам танк ебошит Если вот сейчас мы потеряем танк То я боюсь это будет Очень Смертельно Танк что ли ему мешает стрелять? Нет, не танк Что за говно Может если не сидеть Так, Паул попал Пауль Попадет ли Клэр? Мне наверное уже броню пора чистить После Стрелков затыльчатых Николашка 70% это уже неплохо Ой, ладно Будем так стрелять Или не будем А если так? Эх, было близко Зигфрид Покажи класс Какой-то очень толстый лобстер Ну, Трэйси, на тебя вся надежда Хотя у нас конечно еще 5 человек в дезерве Нет линии огня Что вообще, кстати, стреляет она как говно Несмотря на все свои положительные качества Беру свои слова обратно Стреляет она как настоящий мужчина Так, где там был лобстерок? Где он? Ага Че, второй пяток человек Ебош 52 Даже в присевшем виде говно Мда Тед, ты не прав Отойди И съеби отсюда, блять Упс Кажется, Людмилка Берет рекорды По плохой стрельбе Вообще, блять Это я сказал не ему Это я Так прокомментировал То, куда он отошел Ну, подумал Обойдется Не обошлось Одна потеря уже есть И она даже не самая Боевая Ну, то есть Боевая-то она боевая Но Виноват, конечно же Как там тебя? Геннадий Кукленко Вирджил Кнокс Короче, кто-то из них виноват Нет Как-то честно, все равно Кто-то может сказать Что виноват, конечно, я Но это будет Ложью И дезинформацией Мда Че у нас там? Да, стрелять он теперь Особо не будет Слишком хорошо Будем надеяться Что с танком Мы не попрощаемся В этом ходу Скрестили пальцы Хотя суеверия, конечно Не работают Повезло Так, его видно? Не, кажется Он решил Блять, блять Фух Кажется У него в руках Все-таки была винтовка А не пушка Че у Николая Сразу ты у говно Он что, настолько слабак? Даже ионная броня Не помогает Это было быстро Клэр Че ты ни одну еще Стекляшку не кинула Давай, исправляйся У них Ироссия Аут оф рейндж Дистрофичка Для чего? Так, ну продолжаем летать Их тут штук 12, наверное С моей Безучестью Надо, пожалуй, сюда слетать Да, ничего нету Ладно, продолжаем полеты по карте Тут есть че? Тут уже темно Стекляшки наши не горят Так Тут кажется пусто Мы еще правую часть Конечно не проверили А вообще нужно потихоньку Передвигаться вперед Прощай, друг Как там тебя звали? А, тут даже уже не причитаешь Медленно, наверное, они продвигались вперед Единым строем Из которого выпал всего лишь один человек Да и тут По такой грустной и прозаической причине Что свой выстрел ему в затылок Случается? Постоянно и со всеми, не так ли? Никого Ничего Надо еще чуток вперед пройти Потому что можно так будет кидать стекляшки И вот даже занять господствующую высоту С нее будет приятнее раздавать возделей дистанционно Когда наконец закончится манта Строится Можно будет снова Как горячих пирожков Наделать его на броник Я очень жду этого момента Так, кто хочет кинуть говно? Где вообще? Крысии у тебя должно быть достаточно тыл Да? Ну, пока никого не видно Гена, у тебя ты вот до хера Набеги Ну вот, скажем, сюда Эти леса подводные Дисплейсер Влети Вообще, на самом деле, по-моему, мне очень везет Что до сих пор дисплейсер жив В нормальных условиях Без везения Его бы давно уже не развалили Хотя он и так уже дышит на ладан Так, ну что, вперед продвигаемся Тарелка сама себя не проштурмует Ну ладно, это троица Пусть там пока посидит Пока мы облетим Сплейсером, вот скажем От этой местности Упс Гена Кинь-ка еще одну стекляшку Ну вот, скажем, куда-нибудь Вот сюда докинешь? Нет, не докинешь Ну ты лох, Гена Ну может Да, генок Ладно, в следующем ходу кинешь Как у тебя вообще силы 26, ну ты лошара, Гена Все, вперед Вперед Не жалейте тайм-юниты Своих вы уже, я смотрю, не жалеете Ну, эти трои пусть так поставят О, что-то экран мелькнул Почему бы это? Клэр Кинь туда осветитель Осветиловку А то я боюсь Хм, вроде пока ничего нет Занимай там позицию Гена Уж на этот ты раз ты докинешь Я на тебя рассчитываю Он компенсирует свою слабость Очень высокими ТУ, я понял Хм Кажется, тут никого Сейчас мы дисплейсером уточним Так, ну тут уж точно никого Надо бы к выходу из тарелки Закинуть говнеца Светящегося Светящееся говно Что может быть романтичнее Упс, кажется, кто-то не отходил Ты что ли? Да нет Так, ну ладно Прокрутим еще разок Дверьми просто ухлопались Ой, у Клэр нету этого Как там ее? Зажигалок, короче Вот у Зигфрида есть Сила 33 Лошок, конечно, но Пробирать не приходится Ой-ой-ой, что я нашел? А, у него зато мало ТУ на это требуется Ну что, подсветили Хотя там и так дисплейсер Ну, может, он не дуется Нужно же думать наперед Ну-ка, есть кто внизу? А, никого Посмотрим отсюда Так, и тут никого Надо бы вот эти вот горы проверить Если там никого, то можно будет уже штурмовать Вперед на штурм Штурм, ну, бранг Текс, единок Людмила Франц Николай Дисплейсер Так, Клэр Вперед, все вперед Трэйси Все, вроде все отходили Что-то внутри было видно Ну что, пора парковать Дисплейсер на выходе Хотя нет, парковать я пока не хочу Потому что он уже сильно покоц Как долбанет по нему Какая-нибудь Хуитка Так и развалится К чертям собачьим Не хуитка, конечно Дисплейсер Ну, то есть Долбанет хуитка Развалится Дисплейсер Я надеюсь, вы Сообразили Куча новичков Так вот, броню жалко Все остальное Горяно Огнем Зачем, спрашивается Раскидал столько Осветительных хуиток И почему я промахиваюсь Мимо кнопки Следующего солдата Да, вопросов больше Чем ответов Ага Кажется, у этого петушка Гранат в руках нет Сначала Один разок Мы долбанем по нему Дисплейсером Чтобы Заработать Скил Какими-нибудь Наших петушков Так Пол уже Не постреляет О, а че Собственно, я его Не убиваю Вернее, не Успокаиваю Так же проще Да Боюсь, Гена После этого, правда, умрет Слишком он на выходе стоит Так Трейси нужно Аккуратно ставить Зигфрид А, ты ужас Она нету Главное, чтобы они Не гранату сюда кинули Тогда все будет хорошо А я даже знаю Как это предотвратить Есть у меня один Хитрый план Ап Все Никакая граната уже Не пролетит И вообще люди будут Спасены Хотя я не уверен В разумности Такого риска Танкам Всего лишь Ради спасения людей Но выбора нет Так, танка Мы приоткроем дверцу И дадим Скажем Гене Шанс еще Один раз проявить себя Не вышло Пауль Твой выход В конце концов Если не получится Всегда его можно было бы Расстрелять Но В общем Получилось Ой, нет Трейси Ну ладно Пусть постоит Приакшн файрат 50 41 Да, можно даже Блесесть Главное своему Как обычно В затылок Не ебошить 34 25 Да, нормально Ну и Клэр Встанет В реакшн файр 42 Да, прицельный Даже есть Где остальные-то? Ага Я, конечно, понимаю Что танк В таком состоянии В реакшн файрить Не будет Так что пусть Висит себе там О Да это же Лобстермен Человек И пароход Раз Два И Геннадий Убегает И добивает Ха-ха-ха Умри Лобстермен Дисплейсер мы Пожалуй Все-таки посадим И сюда засунем Да Дальше Дисплейсер Не пройдет Придется делать Все по старинке Человечками Хотя в узких Коридорах Тазер Все дела Зик Ты не проявил Себя Так что Можешь умереть Пусть прячется Тут Сначала Пойдем В левое лицо Трейси Пожалуй Лучше Пусть Снаружи стоит Охраняет Вход А эти Стоят Тоже Его охраняют Ну Пользы От этого Сейчас Не было Но Она же Могла бы Быть Так что Я все Сделал Правильно Ну Что Ну Казал Гол Эх Те Ура Не будет Вообще А тут И пусто Нет Лучше Спрячься Вирджил Проверь-ка Эту комнатку Налево Никого Ну Иди В рубки Пошарься Все Что Найдешь Твое Ладно Гена Давай Вздохни Поглубже Долбаш Приятный звук Пауль Продолжай Доброе дело Ага Кажется Это был последний Да Это был последний Да Одна потеря Да и та Не то Чтобы Лобстеры Постарались Три убитых Пять живых Всего Восемь Было Еленов Да Сейчас Че Так Нужно Назначить Еще Одного Сметничка Еще Не Спел Долететь Ладно Ага Надо Значит Назначить Кеннадий Курякин Пластики Не Нужно Нам Такого Курякина Вот Волки Другое Дело Перекинуть Еще Одну Плавающую Бронь На Парашку Нужно Пожалуй Птички Сгрузить Так Где она Вообще Ага Так Продаем Лут Самих Бластер Райфла Не Нужны Сколько К ним Патронов У нас Уже Набралось Один Свебра Блейдов Можно Уже Базу Штурмовать Я конечно Понимаю Что мы Могли Бы В теории Ух Забыл Трупы Продать Джилманский В теории Конечно Мы могли Бы Их Произвести Но Зачем Так Столько Мне Говна Тоже Не Нужно Что Я Хотел Делать А Ну Да Загрузить Кэноны Загрузить Гауссы Ой Что Я Делаю Что Я Совсем Не То Делаю Ага Патронов Конечно Мало Ну Ладно Их Как раз Мы Сможем Произвести В случае Чего Если Вдруг Случится Необходимость В чем Лично Я Насколько Сомневаюсь Ну Пусть Будет У каждого По Аптечке Нет Это Слишком Жирно Пусть У каждого Второго Все А ну Они Лички Пусть Себе Дохнут Так Когда К нам Прилетят Броньки Точнее Приплывут Уже Скоро О Готов МС Ридер Отлично Ну Ладно Она Будет Следующим Значит Сейчас Дисрапторы Потом Термалшок Лаунчеры Потом Новый Файтер Бомбер Точнее Файтер Транспорт Но его Мы Использовать Вообще Вообще Не будем Там Всего На 12 Человек Место А потом Уже Займемся Охотой На Командиров Ну а Соответственно К этому Моменту Можно Будет И Тасотов Изучать Так На Парашку Прилетела Броня Приплыла У нас Тут Самый Титулованный Гюнтер Виктор Людмила Павлов Гюнтер Медера Тянет Людмилу Мы Давать Не будем Хотя Ладно Пусть Следующая Прилетевшая Пойдет Людмила Наконец На Сосач Прибывает Техника Какими Темпами Скоро На Параши У нас Все будут В летающей Броне Так Скоро Будет Манта А стоит Ли Она Общитого Ну Ресурсы Есть Значит Нужно Их Тратить Так Ну Пластиковая Броня Сейчас Уже Пожалуй В Прошлом Только На Смерть Когда Идешь Нужно Ее Одевать Произойдем Кому И тогда Уж Сразу Еще Двадцать И на Первую Базу И Запас Как Там Еще Двадцать Техник Скоро Скоро Вот Игры Игры Уже Пока Будем С Левиафаном Сидеть Ну Точнее Пока Он Будет Исследоваться В общем Когда Все остальное Будет Исследовано Мы Исследуем Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Лобстеров И получим Восемь Единиц Информации О Бэллинских Тарелках Смол Скор Джиллман Несерьезно Сейчас Мы Быстренько Упс Сказал Сейчас Мы Быстренько Че Он Вообще На Глубине Ищет Если У нас База Плавающая Над Водой Сейчас Новичков Мы туда И пошлем Джиллмана Все Торпеды Я даже Не Трачу Смысл Загружать Их Потом Покуп Куда Куда Скотина Маленькая Так Ладно Потратим Одну Торпедку А то Меня Уже Достало Это Шоу Ганихило Даже Не Пришлось Так Хорошо Я думаю Пожалуй Трейси Мы Дадим Плавающую Броню Потому Что Потому Что Я Так Хочу Гауски На Месте Пульсеры На Месте Зажигалки На Месте Тайзеры На Месте Ридеры Нам Там Не Понадобятся Кстати А сколько У нас Ридеров На Вот Этой Базе Ридеры Ридеры В принципе Штуки Нужные Определять Кто Лидер Кто Нет Пожалуй Перешли Ко Лучше Ридеры На Парашу Скоро Там Достроится Место Под Пленных Элиенов И Два Человека С Дисрапторами В одной Руке И Ридерами В другой Будут Стоять В Тритониях Определять Врагов И Стрелять В их Кстати Сколько Там Строится Еще Это Будет 15 дней Ну Как Раз К Следующему Месяцу Да Да Замечательно Поехали 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 Лес за орехами Я забыл Посмотреть Утро Там Или Ну В общем День Или Ночь Так Что Хотя Ладно По одной Раздам А то Они Слабенькие Не унесут Такую Тяжесть Могой Сторон У них Рука Гаусски Они Полегче Кэн На Будет В общем Ладно Пусть Компромисс По Одной Тайзеры Даже Не буду Раздавать Нахер Мне эти Джилманы Живыми Нет Вроде Делик Никого Нигде Никого Ага Левшин фаер Ловись Большой и маленький Да где он Ага Кажется Левшин фаер Мы сегодня Не поймаем Вот Незадача Так Некоторое количество Людей Пошлем Задом Трейси Пошлем Крупки Постреливать Оттуда Снайперить Хотя С 58 Это довольно Сложно Может Она Псионик Охеренна Когда же Не знаешь Заранее А уж Псиониками Лучше Точно Себя Вести Хорошо То как Заставит Выбить Смого Себя Стропоном Будет Обидно Ну Остальные Кношу Так Еще Один Шаг Пожалуйста Ага Чтобы Всем Хватило Места Снаружи Ну Отлично Едем Дальше Так Хорошо Какой-то Петушок Попытался Куда-то Убежать Что Мы На это Ответим В едином Порыве Что Далеко ли Ты вообще Собрался Друг Дорогой Ну-ка Трейси Прояви Свою Снайперскую Способность Ага Вот Так Еще Не Останавливайся Молодца Да У нас На Снапшот Бо Уже Не Хватило Так Тут Нихера Нигде Ничего Пора Этим Нашим Товарищем Вылезать Из-за Спасительного Тритона И идти В совершенно Неспасительную Атаку Тут Все Более Стандартно Но На базу Как вы Поняли Без Псионики Я Не Полежу По крайней мере Без Результатов Тестов Наших Оперативников И без Собирания Соответствующей Команды С достаточно Высоким Уровнем Сопротивляемости Иначе Это Просто Цирк И это Сейчас Цирк Был Без Даже Дисраптора А Дисраптором Это Будет Вообще Пушка Как Законтролится Как Долбанет По своим И Все За Один Кот Все Кончилось Так Тут Ничего Нет Видимо Эллин Сидит Внутри Ну что Вперед Возможно Кто-то Из вас Умрет В процессе Беготни До Тарелки Очень Жаль Я Только Что Собрал Генов Тащил На Прошлой Месси Так Ну Идите Куда-нибудь Сюда Рассвидоточитесь По карте Чтобы Вас Одной Гранатой Нельзя Было Накрыть И Побольше Площади Накрывали Сколько Заколоков В каждом Из них Наверное Сидит По одному Джилману Потирающему Свои Жабры Ладно Все Дальше Только Штурм Тарелки И Катушки На танках О Тут же Дверь Можно В нее Даже Пролезть Ну У моему У него в руках Винтовка А ионки Винтовки Не очень страшны Ну Конечно Умереть Они Все 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 Еще Нужно От Жизни Четыре 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 Человек Для штурма Явно Хватит Это же Джилмана Можно С одного Выстрела Из Гаусской Убить Если повезет Ой Людмилка Не хватает У тебя сил Вот Людмилу И Вирджил Пойдут Собственно Первую Тарелку А Геннадий И Как там Второго Как там Второго Пауль Они будут Прикрывать Вперед Найди мне Еще Джилманов Моя Летающая Гусеница О Откуда Это Кажется Где-то Вот Кто хочет Поснайперить Кто из Новичков Куэр Давай Покругай По дороге Куча Всякого Говна Может Даже Не будет Лайн Овсайта Да Его И нет Как бы Все-таки Выстрелить Да А ладно Мне надоело Думать Может Павлов Видит Да Павлов Видит Раз Сказал Раз Подразумевается Два Такта Где наш Летающий Друг Иди Найди Еще Что-то Ничего Не видно Ладно Кто-то Он хотел Тарелку Штурмовать Добровольцами Назначаются Вирджил Кно Кс И Людмила Чипов Хорошему Она Конечно Чипова Но Хорошее Это Не про Нас Не про Икс Ком Сейчас Вылезет Наверное Да Реакшнфайер Как-то Не удался Людмила Чипов Отслужил Своё Вот Второй Там Стим Там Стиле Ну Чё-то Кверджил Ебошит Реакшнфайер Ебошил Ну Чё У него Тут Посмотрим Было Да Винтовка Обычная Винтовка Разломала Нашего Оперативника Пополам Очень грустная История Где наш Летающий Друг Ага Ну Посмотри Чё тут Ничего Не видишь Нет Послетай Сюда Тоже Ничего Наверное В тарелке Засел Ещё Один Сейчас Мы это И проверим Вирджил Тут Никого А вот Тут Кого Огонь Броня Выдержала С обоих сторон Правда У нас Не царапина А вот Джилман Я надеюсь Царапина Есть Теперь У него Есть Кое-что Посерьёзнее Царапина Всё Одна Потеря Да и Хер бы С ней Орбит Есть Отлично Так Всё Тритум Ооо Лардж Бэттлшип Время Сюрфас Атак Уж Не террор Ли нас Ждёт Манта На второй Базе Ещё Не готова А значит Придётся Дать ему Спокойно Полетать Склад Почти готов Че я хотел Построить Не помню Смертничек Броня Броня Ион Ион Броня Но Увы Так Ещё Две Плавающие Броня Отправим Отправим На парашу Где она Ага Всё 150 баксов Наверное Своим ходом 7 миллионов Че мне с ними делать Надо ещё одну базу Построить Скажем Вот тут Чё-то Ничего не было Ну как это назвать Ну пусть будет Ох У меня зато будет Конечно Стоимость обслуживания Всего этого говна Очень большое Так что пожалуй Резоль Ой Плядь Куда я воткнул Ладно Всё равно Здесь много Не будет Ничего Так Вот склад Построится Тогда уже Можно будет Резоль Редыхать А то здесь-то Тарелка будет А вот Торпеды Например Положить будет Некуда Она будет Только детектить И всё А может Барракуду Попробуют На неё послать Да Она вернулась На базу Так На парашке Готов склад Чё это Хотел ли я тут Что-то строить А вообще По хорошему Можно было бы Построить Ещё Один МС Лаб Чтобы по 20 человек За раз Приходовать Стоимость Кстати Сколько у нас Три ляма Семь лямов Это десять уже А фундинг у нас Шесть Семь даже Можно сказать Небось Ещё Какая-нибудь Страна Отвалится Ладно В следующем Месяце Построим Ещё Если всё Будет Нормально С деньгами А то что Будем их Экономить Как раз Конец Месяца Наступает Сохранить Перерыв 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 Самое время Продолжить Так На чём Мы остановились Строятся Новые базы Делается Вторая Монта Делается Всего Два дня С копейками Хорошо В общем Едем Дальше Матающая Броня Плавающая Надо будем Ещё Послать Где Они Тут Всего Одна Это Конечно Мало Серьёзно Но Всё равно Неплохо Так Звание Звание Ну Бориска Да Упс Что-то я Нажал Бориска Сейчас Получится Плавающая Броня Кто-нибудь Ещё О Кажется Уто Выздоровела У нас тут Совсем Новичок Ну Пусть Я уже Ко всем Пожалуй Привязался Вольфганг Вольфганг Посидит Кута Полетит За Её Страдания На Защите Базы Получает Летающую Плавающую Броню Броню Так Хорошо Раздал Ништяки О Так Нужно срочно Проверить А Это не та база Вообще Срочно Проверить Всё ли у них Нормально Наших Ложков Нет У них конечно Не всё нормально Проблема с бронёй Кстати Четыре Аквонавта Ещё Пожалуй Заукном Ладно Манта Полетит На Перехват Я не уверен Что она справится С дредноутом Но Лучше бы она справилась Ну давай Уже Догоняй Эй Куда Ага Непонятно Если он хотел Атаковать нам базу То почему он Полетел В какие-то Ебеня Ой Манте Плохо Ой Манта Уже Наполовину Раздолбана Тарелка От неё Уходит А Это зачем-то Да ё-моё Я говорю Атаковать Хер ли Она сбрасывается Ладно Всё Теперь нужно улетать Манта Как-то Не справилась Но ничего Сейчас пошлют Две барракуды Сколько у нас тут ещё нужно Раз Два Всё Две штуки нужно Отлично Ну а сейчас Будем пытаться превозможить Сразу двумя барракудами Дредноут Это очень плохо закончится Я уверен в этом Да блин Да блин Чё они не на той базе Всё время Кривые мои руки У нас Как 28% Повреждений А хер ли она автоматически Интересно Так Ну чё Пытаемся Атаковать Блять Да Всё Я пожалуй На дредноуты Больше лазить По барракудами Не стану Всё Можно считать Наверное Нашу базу Обнаружен А Вторая Манта Готова Отлично Ну что Это нужно Делать Задредноуты Так Что мы Теперь будем Тут Производить Даже И не знаю Летающих брони Подфигачить Или ещё Одной Манты Или Виброблейд Дов Ну Фиганём Десяток Ещё Броник Вариант Беспроигрышный И можно Уже Их Не перевозить Новички Новичками Но раз У нас Есть Немного Броник Значит Нужно Ими Пользоваться Волков Боятся Плавающую Броню Одевать А вот И Дредноут Возвращается Манта Как ты Оооо Тебе ещё Долго Лечиться Ну что Пусть Пусть Летает Себе Тогда Какие Есть Варианты Как У нас Тут С Производством Наконец-то Пластиковую Броню Перестали Использовать Это уже Хорошо Так Броня Одна Ещё Одна Нужна Как Тут Постройки Идут Идут Процессы Насосать Новые Смертнички Ага Наконец-то Исследовался Да-да Я знаю Сейчас Быстренько К нему Патроны Исследуем Прекрасно Прекрасно Следующими Будет Будет Пожалуй Thermal Shock Лаунчер Там Патроны К нему Потом Пройдём Ближний Бой Кстати Чё-то Я не вижу Дальше Исследования Sonic Трупа А где Всякие Там Лэнсы Ну-ка А на складе Они вообще Есть Термик Лэнс Heavy Термик Лэнс Да Они Есть Чё-то Я не очень Понимаю Почему Я не могу Это Исследовать Ладно Потом Проконсультируюсь С картинкой Ну а пока Наверняка Вдруг запляшут Облака Потихоньку Едем дальше Ага 210 Это я понимаю Нет ПВТК Нам сейчас Наверное Не очень Нужен Хотя С другой Стороны Это даст нам Новый Супертанк Но подождем Пусть лучше Он будет потом На кой черт Я столько Ученых Новых Назаказывал Вернее Лабораторию Новую строю Ага Вот можно Хотя да Сейчас Вот она мне Особо не нужна Джилманы Летят Да даже Трогать не буду Куда-то Они далеко летят Манта Не догонят Так Пихнем Ко мы Дисраптора Ох Их тут аж Шесть штук Места уже нету Что-то Нужно Выкинуть Что-то Такое Выкинуть Пожалуй Зажигавок Будет Все-таки Десять Ну вот Это Компания Уже готова Вырезать Города Смешно Ручно Все В плавающей Броне О Кажется На этот раз Террор Настоящий Работает ли Это говно Над водой Что на эту Тему говорит Уфопедия Кто нажал Ага Тут ничего Не сказано Тут тоже Ничего Не сказано Ладно Сохранюсь Сделаю Перерывчик Посмотрю Работает ли Это говно Над водой Если да Будем Сжигать Города Если нет Будем По старинке Момент Посмотрел Нельзя Нельзя Над водой Эту хитку Использовать Ну что Значит Будем Делать Все По старинке Кстати Броня Плавающая Над водой Тоже Говорит Не битает Ну Что Поделаешь Так Середины Там тоже Не понадобится Ну Иброблэйдов Девять Кстати Поставлю Коя На производство Один Для Ровного Счета А то Не люблю Когда Цифры Числа Не круглые Так С брони Скажем 14 человек Сколько будет 14 человек Делать Один Виброблэйд 9-10 часов Это хорошо Это быстро Так Загрузим Обратно Десятых Зажигалок Ну Вообще По идее Там Джилмана Значит Лучше Взять А значит Лучше Туда Вообще Послать Новичков Да Наверное Так Сделаю Так Ну-ка Что у нас тут Новички Заодно Поднаберутся Опытом Левские Медикиты Тезеры Зажигалки Пульсеры Танк Все вроде на месте Броня О У них тоже у всех Броня Плавающая Конечно Над водой Она плавать не будет Но зато Да и летать Она не будет Но зато там Хорошие Показатели Бронепластин Ладно Полетели Новичками Говорят Он не пропадает Пока к нему летит Тритон Сейчас мы это И проверим Успеем По моему рассвет Задался Но Но еще По моему Слишком сильно Не рассвело Так что Пусть все Получат Подвес Зажигалки Вообще Новички Так неплохо Устроились Только они Приехали В XCOM Служить Им сразу Летающая Броня То есть Плавающая Даже Аптички Коекому Достались Ну Гаусские Это конечно Мелочи Интересно Какие террор юниты Бывают Жил Легланы Вроде Уже Устарели Кто Это Я забыл Кто У них Там Место Где Кто Нибудь Чуть Не Видит Никого Ага Только Ну Это Не Обстер Так Оружия В руках У него Нет Значит Гранатометчик Хм Хуэр Мажет Как девочка Возможно Это из-за того Что она и есть Девочка А может Эдвард Покажет Ей Как нужно Стрелять Да Новички Конечно Вообще Те еще Так Нет Стрелять Не буду Иначе Заблокируется Проход О Второй Видим Второй Кстати Уже С оружием Надо Будет Его Ну-ка Трейси Давай Ебош Оп Все Ему Кажется Спина Попала Ой Не то Нажал Ладно Продолжаем Продолжаем Пытаться Что-то Изобразить Ну Наконец Зигфрид Ты молодец Теперь Можно Убивать Все-таки Вот Этого Отсюда Выстрель Значит Не можешь Да Да Как бы сейчас Была Кстати Скажем Газовая Пушка Ну ладно Пусть Перед на складе вдруг пригодится м одно попадание было жаль что джима на него не обратил особого внимания а если все наши лохи соснут там еще там крысит эти танки на воду почему то летает не знаю почему это мешает а наши не летают по идее принцип это там быть должны одни и те же и в танке и в броне а значит летать должны оба или не летать ну наконец-то какая-то толпа людей стреляла по одному несчастному джиму если все дальше так пойдет это очень неэффективно вот наверное этот цивили он офигел так это вроде уже угол да это угол ну что по оу все таки дипланы ну ладно долбанем про жилмана не получилось ну постреляем на него в следующем ходу куда он стрелял цивилия на этом кажется развлекаются по полу ооо о оглушающая бомба вообще никакого эффекта не разумела а наверно он по танку стрелял это не удивительно так значит тут у них двое один с оглушающей хуйни и один с чем-то с сониками чушь что стоит тем что ли лошина ну но один раз попал это уже хорошо а вот и второй вот он и свалился я не уверен выдержит ли вот такая наша броня оглушающая вообще выстрел так можно второго успокаивать потихоньку ну за всех этих чертовых ящиков может удастся их поломать сейчас проверим это дигена это тебе не лобстеры когда мне нужно бросаться груди на амбразуру и тазером бить так ну вот сюда что там не может ооо это еще что это еще один джевом это было быстро так ну по крайней мере отсюда видно диплана это уже прогресс так хватит ли ты его на выстрел да в самый раз раз два диплан готов так все-таки попробуем пальнуть по тому джиллману если не получится у нас у танка еще 90 т это 3 выстрела и выстрела это много эту ТУ да и линии огня нет ну ладно начинаем зажигать хотя с другой стороны если я его увидел с такого расстояния может рассвет все таки уже успел случиться о кого то увидела и этот кто то определенно будет стрелять по нам можем ли мы сейчас по нему поймать о щетка дерзко так еще один кеннаде курякин куркинка наверное вот этот был который относительно ветеран у него какое то звание уже есть так ну да ты уже нету ну вы выходите и готовьтесь воевать дисраптор твой выход у тебя есть три выстрела первый мимо второй куда надо лети вперед мой дисраптор ты отлично себя показал так это что еще один джиллман с каким-то сониковым говном можем ли мы поймите по нему скажем отсюда нет не можем жаль может трейси сможет скажем отсюда нет чую граната сейчас ко мне сюда прилетит поэтому можно спрятаться нет он зачем-то стреляет в стену не могу сказать что я сильно против помнят по мне куда хочет лишь бы не у меня ой мимо ой мимо а попал так ну ладно с этим зданием мы разобрались где ага далеко можем ли мы поймем с кем-нибудь теоретически если вот сюда скажем выйти о уже кого-то увидели ладно с этим разберутся остальным возможно сюда можно поймите да можно задний армор у него я смотрю держит плохо так ну а это вот жиллмана мы сейчас быстренько прокомпостируем или нет геннадий курекин ну а еще у нас подчеркивается даже на спорте не хватит ладно у нас есть еще люди хорошая какая штука все таки автоматический режим огня упс если шаг вперед да соснули ладно еще шаг и снапшот да совсем соснули еще один шаг снапшот наконец-то получилось но оно того не стоило так по идее можно сейчас не бояться своим затылок налепить броня достаточно хороша ну куэр стреляешь м все мимо все мимо пауль ну что-то как-то не задалось кто у нас еще не отстрелялся да да снапшот даже не хватит печально да да где сапшот вообще т.у. есть есть ну это и пальмы хотя у меня такое чувство как будто нету линии огня да да и т.у. тоже нету сейчас этот джиллман мне какую-нибудь гранату зафигачит не чувствую но может быть тряси все таки из последних сил снапшотом Последний ты... Да, не вышло. Павлов. Что-нибудь можешь изобразить? Один снапшот. Давай, твой шанс. Ладно, Гена. У тебя столько соблазнительных затылков. 27, 24. Постарайся у них слишком сильно не лепить. А ты не можешь из-за них даже увидеть ничего. Ладно, один снапшот. Последний шанс. Так, у кого-то я видел 29. Вот у него. Может, все-таки пальнешь? Нет, не пальнешь. Ладно, надеюсь, граната не долетит. Ой, человек с кэноном. Ну, это все хорошо. А, тут Джиллман решил по мне не стрелять. Очень мило с его стороны. Аплодирую его пацифизму. Ну, наконец-то он даже не умер. Чудеса. О, пациент на втором этаже. Можно его даже слишком сильно не бояться, потому что броня у нас крепка. Но все-таки, пожалуй, пострелять по нему никогда не бывает поздно. Да. Метов. Дисплейсер ищем врагов. Кажется, вот где-то внутри что-то бегало. О, тут ничего не видно. О, кого-то нашли. Да, и пальмёт получится только с танкой. Ну, чё, попытка не пытка. Готов. Так, ну, нужно послать внутрь кого-нибудь. Упс. Не ожидал я, что прямо вот так. Так, ну ладно, сейчас мы через окошко его и расстреляем. Не понял. А если так? Ладно, ломаем стену. Даже стену не удалось сломать. Чёрт, дверь закрылась. Очень вежливый человек закрывает за собой дверь, уходя из здания, в котором его хочет убить инопланетяне. Кто-то ещё молодец, конечно. Ладно, вот этих вот явно хватит для что у нас здания. Все остальные потихоньку просто вперёд. Внутри ничего. Хорошо. Я помню, где-то вот тут, судя по скриншоту какого-то человека, сидел в DeepVan, и он искал его полчаса. Но человек в том направлении пошлём. Кажется, пока что он никого не нашёл. Но посмотрим, что будет дальше. Ладно, налетались, настрелялись. Пока все живы. Вообще, ничего, так этот DeepVan спрятался. Как у нас тут с ранениями? Всё хорошо. Сейчас бочку как-нибудь взорвёт. Нет, просто он отживый. Тут, кажется, второй где-то шлялся. Сейчас мы его найдём. Он так, ничего, за улом сидит. Лобонюк с танка. Сразу ждулся. Правда, не насмерть. Чего-то танк ебошит. Кто стрелял мне по спине и поцарапал краску? Ап, тебе за это. Ух, аж стену пробило и своему почти в лоб влепило. А он, кстати, и штурманёт через... Через... Ну, в общем, да, можно будет, кажется, пройти. Далее, не внутрь. Ничего, спрячемся обратно. Так. Через окна? Или нет? А, вот. Ну, ладно, можно и попасть. Но не с этими оперативниками. Так, Тресси что-нибудь видит? Видит. Ну, что, Джилман? Настал ты смертный час. Или не настал. Сейчас помощь станка. И раз. Мимо. И два. Два попал. В руках у него, кажется, был Кэнон. Это даже для Трейси опасно. Такое держит только Клод. Легендарный капитан. Причём он готов это держать даже дважды. Ладно, одного человека пошлю наверх. Потому что мы уже столько там эллинов понабивали. Было бы странно, если бы их тут ещё оставалось много. Все остальные потихоньку продвигаемся вперёд. Интересно, почему музыка исчезла. Так, ну тут вроде пусто. Чисто и пусто. Зикарит пошариться немножко по ящик. Ничего не нашёл. Хорошо. Кто-нибудь ещё не ходил? А, музыка на заднем плане всё-таки играет. Так, стоп. А кого видно-то? Ага. И стрелять никто не может. Ну и ладно. Там такие атаки, что... Даже задумываться об этом не хочется. Ты ещё видишь её? Нет? Ладно. Патроны начинают потихоньку кончаться. Но мне всё равно. Так. Пусть рейсик нему попробует пальнуть. Там правда стена какая-то? Да. Может отсюда сможет. Давай, зарабатывай экспу. Не дай. Ну и работало. Ну может Эдвард свою первую миссию ознаменует фрагом. Давай Эдвард. Несплохуй. Ну, значит нету линия огня. А так. Забор ты молодец. Хорошо попадаешь по забору. Ладно, хватит этого цирка. Затем дальше. Идем дальше. Похоже, никого. Ничего. Ну-ка. Что у нас в этой комнатке? Ящики Top Secret XCOM. Наверное, там красная икра. Те я, кстати, красную икру не люблю. Да и чёрную. Хотя чёрную я даже не помню уже, как она на вкус. Но, по-моему, я её никогда особо не любил. Красную я не люблю до сих пор. Мерзкая, солёная. Фу. О, Вирджил кого-то увидел. Видимо, того самого Диплана, который пытался убежать. Далеко он не убежал. Вирджил окончились патроны. Ну-ка, зайди-ка сюда. Так, тут вроде ничего. Как-то они все разделились. Бегают по одному человеку. Они вообще ни о чём не заботятся. Не так себя должны вести новички. Ну, а что поделаешь, когда броня сильна? Как-то расслабляешься автоматически. Упс. Тут он был. Ну, дисплейсер пусть, как обычно, летит вперёд. И разведывает всё подряд. О, похоже, тут он просто так не может прилететь. Тут пусто. Ладно, пора его сажать. Тут брюшко-то нежное. Ничего. Чё-нибудь в окошко видно? Нет. Ну, это здание нужно будет штурмовать в любом случае. Я видел там внутри ползал в лоб, где пилан. Ой, не то нажал. Где Зикрит. Ага. То есть это Геннадий. Ну ладно. Клэр, чё ты там делаешь? Кажется, уже угол. У нас сюда будет заслать человека. Ну, вот Геннадий туда и пойдёт, когда дойдёт. Фанц сбегает туда, на всякий случай. Ну что? Ну что? Ну что? Ну что это хорошо. Так. Два трупа. Труп диплана. Вот вроде бы и всё. Ну, все набегались, как всегда. Немного было движения. Я мог бы, конечно, пытаться объехать, а не по-моему, это по-моему, место нету. Но всегда проще сломать стену. Вот так ли? Ага. Кто посмел стрелять по мне? Чё-то я не понял. А и правда, кто? И почему стена обратно заросла? Что это за чудеса? Ну, Джиллман, конечно, умер. Танк он даже не поцарапал. Но эта взрастающая стена меня очень удивила. И где Дипфан? Я же точно видел, что он где-то там бегал. Так. Франц, всё-таки дойди туда. Труп лежит. А Эллиных вокруг нету. Ещё один чудеса. Но как стена умудрилась зарасти? Вопрос не даёт мне покоя. Трейсиан. Убамика по бочке. Взрывается она или нет? Да, взрывается. Интересный способ её будет проверить. Ну, по крайней мере, у нас есть альтернативный вход. Я бы не хотел работать рядом с вот такой вот бочкой. Как на это люди соглашаются? Её случайно заденешь? И херак. Капут. Так, а да, у меня же есть дисраптор, который вообще-то по идее для скаутинга предназначен. А, ну да, он уже отходил. Ну, куда делся диплом? Наверное, какой-нибудь второй этаж. Чуть не видно тут ничего. Ну, попробуем зайти. Может, там он кто-нибудь спрятался. Ну, туда пойдёт уже кто там следующий. Трейси и пойдёт. Ничего не видно в одном месте. Ладно. Секрет тоже в ту сторону. Клэр. Вика. Да, в окно смотри. Дело благородное. Держил. Сбегает в этом направлении. Ничего не то. Енадий тоже сходи, посмотри. Да, какой-то несерьёзный террор. Тут нет у меня никакой башни. Помню, у него вообще маленькая карта. Прилично маленькая. Ага, вот и он, как я, Алина. Ну, чё, Трейси, давай. Отпометрируй его. Наверное. Не видишь. Ну, ладно. Кто у нас тут? Зигжет. Умирай. Надеюсь, это был последний. Да, это был последний. Ну, фигня какая-то. 9 илионов убили цивилионы. Только 3 осталось живых. Ну, а я-то чё тут мог сделать? 12 целей инфобита. Отлично. Особенно в сравнении с минус 1000. Так, MC Lab как раз готов на СССЧ. Очень скоро мы будем проверять наших любимцев. Угу. Идра меня готова. Чё ж теперь произвести-то тут? Даже и не знаю. Не простаивать же их. Поставлять. Может быть, спейсер запасной собрать. В принципе. Денег, конечно, за это уйдет. Ну, сейчас лут продам. Как вам делаться будет? 17 часов. Уууу. Очень быстро. Так. Хорошо. С хронической на всякий. Следования идут хорошо. Так. Говно. Очень много пушек. Очень много пульсеров. Я вроде MC Reader пересылал. Наверное, на терроре было ещё. Вот, в миллион сразу мобили. Так. Так. Сели у нас супер брони. Все, кто на борту. А остальное не все. Надо будет всё-таки ещё супер брони после танка сделать. Ну, уж да, тянем это до конца месяца. Какая-то маленькая. Это неинтересно. Манта первая до сих пор ещё чинится. Так, танк готов. Снова фигачиваем супер бронь. Ну, я не туда нажал. Кстати, а как у нас с патронами для Гаусса? Мало. Сейчас быстренько. На печём. Ну, 25 человек. Пускай 25 патронов делает по человеку на патрон. Меньше двух дней. Очень как-то быстро всё происходит. Я не успеваю задуматься. Ну, скажем, десяток. Сколько? Десять дней. Ну и отлично. Обратаемость с АЧ завершена. О! Так. Ну, пора ставить резольвер. Будет он у нас радаром. Денег, конечно, до хера ушло. Нужно будет сейчас лута продать. Больше тут ничего не надо. Сабпен, радар, склад. Всякие там торпеды содержать. Так. Что у нас тут лишнее за говно? Я точно помню. Его было много. Очень много пушек. Слишком много. Так. Да. У нас столько-то лаунчеров. Ну и по паре вот это вот говно. Всё. Шесть лямов. Должны быть в плюсе. Так. Это у нас чё? Маленький лобстер. Вообще, по идее, конечно, его бы надо зачистить. Но я уже хочу конец месяца. Может удастся его раздолбать вообще к чертям? Нет. Всего лишь сбили. Ну ладно, ждём следующего месяца. Если не исчезает Crash Site, то штурмуем. Если исчезает, то не штурмуем. Долго логично. Так. Что у нас на этой базе? Тоже супер броня. Раздадим-ка нашим всем тварям по супер броням. Черепашечной. Ещё четыре нужно. Ещё четыре. Да, вот так. Ну давай уже быстрее. Наступает 31 июля. Ага. Готов термалшак лаунчер. Следуем к нему патроны. Ах да, я посмотрел. Тут можно ещё труп Джилмана будет использовать для оружия ближнего боя. Всё. Пропало. Ладно. Пережил. Ещё один эскорт. Тоже с лапстерменами. Ну давай уже. Лови его. Ага. Ну и на него мы пойдём уже, когда месяц новый начнётся. До одного не могу понять, где это сотый вообще. Только какие-то сурвейшипы с одним тасотом внутри летали. Ну а на базе, на базе они всегда есть. Пошлю-ка я вторую барракутку, на всякий случай. И там топливо кончается. Угу. Так, всё, стандартная атака. Мне достала вся эта канитель. Так, готов. Ну давай уже, новый день. Ммм. Ммм. Можно уже снаряжать эту хуйню. Так, мне нужен труп джилмана. А у меня только живые джилманы. Это так? Много сейчас посмотрим. Ммм. Да нет, трупы есть. Чё-то непонятное. Наверное, слишком много живых. Не мешает мне исследовать трупы. А, вот он. Нет, стоп, я на какой базе-то вообще другой. А тут джилмана трупа у меня нету. Ладно. Следуем техникам. Заодно он расскажет, что им интересное. Про НЛО. Как у нас тут МСЛаб? Ого. Тут тоже готов. Прекрасно. Всё. 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 Даже ни одна страна не отвалилась. Удивительно. В каком мы минусе? Ладно, сейчас сначала проверим. Так. Ну, в общем, назначим всем им промывку мозгов. И надо будет, кстати, всех того, кто сейчас на промывке, бой не пасовать. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Да, у нас когда-то десять человек осталось. Вот Парашина. Куча ветеранов. Нужно будет стараться их вообще не терять. Ну, ладно, в общем, да. В ПРУ быстренько назначим нижних десять. Вернее, да, нижних десять. Потому что верхних десять уже следует своей псионической способности. Вернее, МСИ-ческие. Да, тут я, если честно, уже успел забыть. Изначал я снизу или сверху внутренненько. По-моему, снизу. И, значит, верхних найдут воевать. Как-то так. Ну, все, можно посылать на этом. Что у нас эскорт был? Эскорт. Значит, их там будет штук шесть-девять наших ветеранов. О, заодно и опробуем дисраптор. Ну, это уже будет в следующей серии. Потому что у меня должно, по идее, уже кончаться место на диске. Так, ну, пару пушек тогда можно и изгрузить. А эти петушки пусть сами уже решают в процессе, что им брать. Тайзеры не нужны. Берем виброблейды. Все, в общем, вот с таким вот набором будут летать наши бравые товарищи. Так, я забыл проверить. Вроде 10. Да, 10 и так. Еще я забыл проверить, сколько там у нас денег. Ну, полтора ляма. Нормально. В минус не ушли вообще. Это даже неожиданно. Нормально. Спасибо. 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 Спасибо.